Простая лакановская схема 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 Опять здесь сложными вы увидите знаменитую Лакановскую схему. Она состоит в том, что осознание того, что тварь дрожащая Раскольникова, для Раскольникова является определяющим всех его поступков. Точно так же, поскольку это двигается определяющим, он и тварью дрожащей, безусловно, и будет являться. В этом смысле можно говорить о какой-то схеме об его авторстве и его пребывании. В самом деле его преступление оказывается таким преступлением, которым он сам себя выдает. Его цель свершить преступление это не денег заработать, безусловно, о чем так уж понимают из-за советского совершенно пулькарные люди, а в том смысле, что он постоянно на себя доносит. Парфирий Петрович правильно понимает его ситуацию и говорит, что в тюрьму я вас не посажу, потому что я вас на покой посажу, потому что вы поздно или рано, вы сдадитесь. Ну и в самом деле, для человека цель преступления которого состоит доказать себе, что он тварью дрожащей, он в этом, в этом ее цели состоит в том, что доказать себе то, что он является тварью дрожащей, он именно для этого преступления свершил это так, чтобы нести себя над себя и саму себя сдать. Ну что здесь может быть достаточно интересным? Когда мы говорим, безусловно, мы говорим о некотором наслаждении сознания. Раньше мы всегда говорили о чистой для себя форме сознания и придавали этому определенному воду в физическом смысле. Теперь же мы попытаемся придать этот смысл только исключительно психиатрически. Смысл психиатрический состоит, что таков способ определения самого я. Это его способ. Если я существую действительно как невроз, то ты испытываешь некое наслаждение тем, что ты свое «для» и «иши». Своё «я» однишь постоянно. Днишь, то есть ты в нем пребываешь. Однить, собственно, «я», то есть его в адекватности, в полноте, в практическом состоянии, можно, как в случае Анастасии Филипповны Барашкой, постоянно убегая от одного содержателя, от одного формально другого ни к другому, либо точно так же, как в смысле Роскольникова, можно постоянно уходить. То есть постоянно пребывать вот в этом ситуации до несения самого себя. Я в подобного рода подходе, есть один несомненный плюс. Я раньше никогда не принимал это странной ситуации, когда для Роскольникова, когда он уже почти решает свое преступление, все события, которые они есть, у него оказываются как будто терять свою волю. И все для него становится значимым. И топор случайно найденный дворнический. И вот тут у него такой рассказывается текст. Мы вспомним опять психоаналитическое определение сознания. Речи точнее. В том, что речь это в первую очередь не то, что рассказывает. Цель речи для того, чтобы скрывать. Говорят для того, чтобы скрывать. И для того, чтобы рассказать истину. Когда у нас есть некий скрытый мотив, я всегда много-много-много говорю, только для той простой причины, чтобы эту некоторую истину скрыть. Например, то, что является тварью того же, и то, что является содержанкой. И в этом, казалось бы, есть первая противоположность между Лаканом и Достоевским. Ведь у Достоевского, а у Анастасии Крифтной позиция такая, что да-да, я такая. А психоаналитическая позиция касалась, говорит, нет, я не такой. Я не писаю в штанишки. Я не писаю в штанишки. Я не писаю в штанишки. Но ты писаешь в штанишки. Лакан говорит о такой вещи, что у тебя невроз, что я это есть невроз. То есть твое я, твое субъективное свойство, это есть твое невроз. То есть невроз, это больше состоит человека. Как, в смысле, невроз это болезнь, а я у них есть у всех. Вот я это есть болезнь. Само по себе я, это есть болезнь. Я сам по себе это невроз. Какое это имеет отношение к психиатрии? Самое интересное, что от нищей... От больного, от не больного. Все больные тогда? Да. Но почему-то одни больше больны, другие меньше. То есть внутри невроза еще есть разделение на здоровье и невроз? Да. Бывает и человек, который не больный. Для психоанализа, для психоанализа, главным базовым источником невроза неприятности человека, то, что его конститурируют как человека, по большому счету, это его приучение к горшку. Чего? Приучение к горшку. Ну просто ходить в туалет, не писать в штанишке, а ходить в туалет. Почему? По-моему, ты уклишь между тем, что человек научается себя контролировать, и между тем, что человек становится... Это разные вещи. В один определенный момент, когда человеку говорят, что тебе нехорошо, надо ходить хорошо, а не писать в штанишке. Это для маленького существа является сильнейшим стрессом. Именно этот сильнейший стресс конституирует человеческую личность. Мы все не логики. Но почему? По психоанализу в одном и том же смысле. Здесь два вопроса можно. Можно обсуждать сначала твое изложение Лакана, да? Нет, я сейчас... Я вообще в философии Лакана. Стас... Стас... Подождите, под неврозом, вообще, он принимается некое расстройство психики, которое, как бы, характеризуется определенными клиническими проявлениями. То есть это всякого рода навязчивости, фобий, тревоги, депрессии и так далее. Да, здесь все это есть. Навязчивость. Здесь все. Навязчивость. А как быть, привычая к горшку всех, а навязчивость и фобия есть не у всех? Нет, у тебя, с точки зрения горшка, простите, у тебя есть комплект навязчивости и фобий, которые у тебя сопровождают. Например, говоря одну простую вещь, это учит, что до такой поры, пока человек начинает приучать горшку, для ребенка не существует неприятных запахов. А вот когда ты начинаешь приучать у тебя, начинают вещи некоторые нехорошо пахнуть. Именно вот из этого момента, момента приучения горшку, это дело так и определяется. И вот у тебя, связанных с запахом, связанным со вкусом, вот у тебя куча неврозов, куча фобий, куча страхов. Это не неврозы и фобии, это определенные, как сказать, деление на то, что есть что-то такое, что-то неприятное и что-то приятное. Нет, у тебя именно, прошу прощения, именно фобия. Фобия неприятных запахов. Именно фобия, чтобы не обсуждать глупость лакановская, потому что это же не важно, есть лакан, если вообще неправильно лакан предлагает, на самом деле он говорит, конечно, глупость, но не важно, давай мы пытаемся, предположим, что он так говорит. Какое это отношение к ДСКУ имеет? Нет, точно, ты видишь, что у тебя таким образом твоя неприятность, и если она, эта неприятность у тебя с тобой случается. Подожди, какое отношение имеет приучение к горшку и, например, действие той же Анастасии Филипповны? Потому что ты точно... То есть, когда ее приучали к горшку, ее тоже сейчас изнасилуют? В чем тут здесь горшок? Горшок один из примеров. У тебя... Подожди, Иль, можно я сейчас сейчас его нормально скажу? Да. Вот эти вот деления, да, на приятные и неприятные вообще никакого отношения к фобии не имеет. Условно говоря, если тебе скажут, что тебя сейчас закроют там в туалетную яму на два часа, естественно, у тебя возникнет очень масса неприятных ощущений там. Которые потом в твоей жизни будут не влиять. Но это не фобия. Не в том дело. Нет, речь идет именно о фобии, о страхе. Это не фобия. Фобия, страх. Фобия в клиническом смысле слова. Это как бы... Это как бы боязнь то, чего как бы... То, чего как бы и бояться не нужно. Ну точно так же у тебя есть страх, что называется, сходить в штанишки. Вот у тебя у ребенка такой страх есть. И это как бы ситуация, которая конституирует по Фрейду всю современную культуру. Которая скрывается речью, безусловно. Как настоящая фобия. Фобия, когда ты ее видишь, это не фобия. Когда ты скрываешь эту вещь, то это фобия. Вот это главная фобия, которая определяется. Это боязнь сходить в собственные штанишки. Почему, во-первых, у ребенка, допустим, даже которого приучили к горшку, я думаю, никакой особенной боязни сходить, что оно не... Вот тебе скажет психоаналитик, а ты об этом не помнишь, именно так оно поэтому и есть. Ну психоаналитик, я не могу сказать, это сами глубоко больные люди. Либо люди, которые просто сшивают деньги, так сказать. Ну точно, точно. Точно так. И либо в комплекс говоришь, что у меня нет никого этого комплекса, а ты тогда глубоко болью, раз ты это не осознаешь. Ну правильно. Здесь точно так же. Здесь нам очень важна очень ситуация, что ситуация какого-то стресса, для этого я просто беру один пример горшок, да? Ситуация стресса, она у тебя определяет определенного рода невроз, некое определение я. Это я, поскольку оно существует, то для него эта ситуация стресса обязательно повторится. Настасия Филиппина, то, что она маленьким ребенком стала содержанкой у толстого и очень оперативного толстого и изящного толстого, не является сильнейшим стрессом. Теперь она эту ситуацию будет длить заново, заново и заново. Потому что это способ содержания ее собственного яма. Да, это может быть правильно, что она не может это сделать, потому что она я. То, что она собирается длить, и в этом есть для нее наслаждение, в этом может согласиться. Но то, что это связано с яя, это неправильно. У яя независимо существует наслаждение, а у яя есть наслаждение. Ну вот, а сердцевина Лакановского утверждения состоит, что подобного рода любая неприятность, необязательно грошок и необязательно содержанка, это то, что конституирует наше собственное я. То есть у тебя у каждого из нас, помимо грошка, у нас у всех грошок общий, в общем-то. Ну, конечно, недовольный, но общий по большому счету. Есть еще собственные неприятности, которые более-менее успешно приводят нас к обладанию нашей собственной я. Приятности, что-то, не могут это, приятности. А приятности не могут, в том-то и прикол. Ну, в том-то и прикол, что все это глупости, что-то. Никакого отношения к реальности не иметь. Может, кто-то придумывает. А ты понял, что ты говорил про поводу я есть или я не существует? Ну, в самом деле вспомним Достоевского, опять Достоевского. У него никогда ничего позитивного. Всегда вот эти конкретные вещи связаны с неприятностями. Всегда попадаешь по этим гвоздем, молотком по собственному пальцу. И только тогда тебя это делают контакты. Это же самое в деле удивительно. Даже есть народная поговорка о том, что это самая народная поговорка, а люди не знают, что это только мудрость, и потому что неприятности всегда вспоминаются, а приятности не помнит никто. Может быть. Ну, высказываетесь несущественностью. Суть вопроса состоит в том, что психологическая среда такая среда, что можно придумать что угодно, и все сойдет, понимаешь? Все сойдет. Потому что интерпретации к одному факту, допустим, того же самого поступков Раскольникова может придумать несколько. И все будут правдоподобны. И никакого отношения к конкретной частной, допустим, привязанной психоанализа Лакана здесь в данном случае... Если ты сам говоришь, что можно по разуму интерпретировать поступки, то почему бы не с точки зрения Лакана? Да, и это очень интересно. Вот неужели все так просто и пошло, что действительно можно со всеми героями Достоевского расправляться на этой схеме. Хотя схема, как оказалось, очень хорошо работает. Вплоть до объяснения вот этого Раскольниковского... То, что сначала есть какой-то изначальник, ты говоришь, где стресс... Да, где стресс, он те конститурирует, как я. Ну, например, у девочки вышла замуж в 18 лет, попала в совершенно другую среду, совершенно другой эта вещь, ее чморят, потому что, ну, по каким-то причинам... тещерея, как она называется? Свекровь. Свекровь, да. Свекровь. В ней возникают какие-то вроде проблемы, это неправильно для нее оказывается настолько значимо и сравнимо с приучением к горшку, по своему масштабу. Дальше она расходит к своим мужем, возвращается к свою старую... Возвращается на горшок. Да, и она возвращается на свой родной горшок, и теперь ее ситуация от этого конфликта уже с окружающими, у нее становится нормальной ситуацией. Мне жалко и времени, которые мы тратим на эту ерунду, и людей, которые с этой ерундой ушли. А и ушла Кан, там, упадало жалко там. Панец уже занимался ерундой. Это просто бред какой-то, просто от начала до конца. И вообще, как бы, им тут ни связи нет, ни связи никакой, ничего тут нет. Нет, дело в том, что, понимаешь, как бы... Понятно, что, не знаю, невроза там... Не аргументированно, ты говоришь, плохо, потому что... Да я же объясняю. Во-первых, я никакого отношения не имею к никаким стрессам. Оно независимо существует. И более, ну, как бы, ну, это можно доказывать и показывать, но... Ну, просто... Утверждать, что, допустим, я... Допустим, даже я конституируюсь, если даже предположить, я говорю, как в Лохановскую теорию верно, что она предотвратила, конституируется этим стрессом, то это, тем не менее, оно существует уже независимо от этого стресса. И если бы, на самом деле, она стручивается стрессом горшка, то все должны были возвращаться к этому горшку. Да. Я уже скажу, я не скажу. Все должны возвращаться к горшку. Как и как девочка, должна возвращаться в этой самой ситуации, в которой никто не возвращается. Воспомнишь, Влад, ты говорил про модель соотноу, то модель фокуса, то и модель сознания, условно говоря. Поле сознания, это есть какой-то фокус, который может перемещаться, да? И, как бы, я, это, в данном случае, один из объектов просто в поле сознания. Так, скорее, здесь, может быть, речь идет о том, что, да, действительно, определенного рода стрессы сильные, не то, что там я конституирует, ничего они действительно не конституируют, они могут устанавливать, как бы, в поле сознания некие ассоциативные связи, которых, условно говоря, в норме быть не должно. и вот это вот, вот это вот, как бы, фокусное сознание, оно ведь тоже в этом поле может перемещаться не произвольно, не совершенно произвольно, как ему захочется, а определенным, ну, что, каналом, наверное, так вот, по определенным связям, да? То есть, мы... Это закон. Здесь так и возникает, Анастасия Леонова Парашкова вошла за князя Емушкина, взяла и детей ему нарожала, или за Рогожина. Он ее со временем убьет. Тоже уже понятно. Но, с другой стороны, она вот эту ситуацию все время воспризводит. Как и девочка, восходившая замуж за... так неудачно, восходившая развелась, она потом вот эту ситуацию все время воспризводит. Все ситуации-то разные. А у всех начало одинаковое, а у всех эта ситуация разная. Потому что область Родиона Раскольникова и Леона Парашкова, он разный? Потому что здесь нет никакой связи. Ты говоришь, что потому что они разные, а потому что связи нет. Если каждый воспроизводит разное, а начало у всех одно, значит связи нет. Обыкновенный же вывод же, элементарный вывод, как в логике. Ну вот, факт-факт биографии Барашковой вот такой. Ну еще, что если у всех начало одинаковое, а конец разный, значит это начало и конец. Ну если бы у других людей был такой же факт биографии, как у Барашковой, то у них бы конец был тоже. То есть, условно говоря, говорят, что вот да, некий стресс, допустим, особенно в детстве, в молодости, может в дальнейшем во многом определять поведение человека. Ну, в принципе, с этим никто не спорит. Это, я думаю, до всякого лакана еще было понятно. Ну понятно, понятно. Ну не просто поведение, а определяет именно... А почему не родовая травма? И родовая травма тоже. И тоже. А молотком по пальчику тоже определяет? Тоже правило? Утоком ударяет тоже определяет? Все определяет. Это первый пердежь определяет? И так далее. Не в первом пердеже. Ну вообще, ну все определяет получается. Это и означает, что ничего не выделяет. Если все определяет, это означает, что ничего не определяет. Значит, у вас есть некое фиксированное количество стрессов. Безусловно, два из них главных. Один любимый транспрессиональной психологии родовая травма. А второй любимый психоаналитиками. Это включение ребенка в горшку. Я думаю, что как раз эти два якобы стресса никакого отношения к формированию болезни не имеют. А действительно могут иметь формирование и отношения именно какие-то стрессы, которые уже в какой-то конкретной жизни конкретного человека. Знаешь почему? Потому что именно над теми стрессами мы друг от друга отличаемся. Под привлечением горшком мы друг от друга не отличаемся. В этом смысле все одинаковые нейротики. А именно те стрессы, они нас и различают. Поэтому... Какая связь? Просто связи. Вот ты сейчас сам доказываешь, что связи нет. Связь между чем? Между стрессом от горшка и другими всякими родными стрессами. Стресс от горшка это пример, как формируется личность. Не больше практики. Да, психотатической традицией. То есть получается, что если человек, и не приучение горшку у него личности не будет? Да. Ну это же так. Ну, это же так. С смысле личности вообще? А эксперимент давай, давай эксперимент тогда. Эксперимент. Не приучение к горшку это установление определенной ассоциативной связи. Это становление определенной ассоциативной связи. Но эта ассоциативная связь, она естественна, так сказать. И она, во всяком случае, в современном обществе. Ты, Стас, пытаешься аргументировать, психиатрически, психологически и так далее. Аргументировать надо, да, не так. Нет никакой связи между безумной теорией Лакана и тем, что Игорь пытается перевести это все на почту Достоевского и так далее. Связи здесь нет. Не важно, что там Лакан говорит. Везумец может говорить, что хочет. Его дело. Понимаешь? Важно, что связи нет между такой эстетикой Достоевской и Лаканской. Я в основном, что нет связи. Я же объясняю, что никаких связей между тем, что есть в детстве стрессы, между тем, что потом проявляется во взрослом отношении, этой связи нет. Почему? Потому что во взрослом отношении все сходят по-сума по-разному, а в детстве у всех, как считает Игорь, начало одного. Если бы была связь, то не было бы ни разной продолжения. Поскольку связи, поскольку продолжения разные, значит связи нет. Почему? Почему? Он только один предприятие. Потом одного просто изнасиловали, а другого не изнасиловали. Ну почему здесь горшок? Ни при чем. Да, вот это может влиять. Что бы ты заставил? Стас, если ты либо наставил, а заставил. Еще раз говорю, один молотком по пальчику ударил, другой не ударил. Правильно? Это и означает, что связи нет. Что кончилось это история, пошла дальше. Нет никакой связи. Нет, почему? Почему? Ну понимаешь, ну что такое связь? Связь это означает, что всякий раз, когда есть... Что между событием А и событием Б, у тебя будет связь. Нет, дело не в этом. Нет, ну как? Ну время... Это есть... Если у тебя есть... У тебя... Что говорит психоанализа? Что всякий раз, когда есть... Что факт, от которого даже скрываешь, на примере изнасилования в детстве, определяет тебя как личность. И не определяет как личность. Да много что определяет. Но просто ты говоришь, что у всех определяет одинаково. Я говорю, что не определяет. С точки зрения психоанализа... Мне насрать, как с точки зрения психоанализа. Некоторые конкретные... Хорошо, с точки зрения сумасшедшего психоанализа может это так. Это же несущественно. Существенно то, что на самом деле нет связи между этим психоанализом сумасшедшим. И тем, что ты пытаешься присоединить ее к эстетике. Вот этой связи нет. Сумасшедший психоанализм там на своем месте есть, они там сумасшедшие валятся в своем сумасшедшем мире, это сколько угодно. А как ты привязываешь это к Достоевскому, вот это мне непонятно. У Достоевского разные персонажи, по-сумаску, это по-разному. И это не объяснить никак тем, что всех приучали к горшку одинаково. У них у всех есть... Почему к горшок-то? Потому что, ну, ты говоришь, что я конституруется как к приучению к горшку. И потом люди приучаются к этому горшку. Я конституирую себя любым стрессом. То есть я делаю ее содержалку, это конституирует ее я. И она к своему вот этому неврозу, она возвращается. У Раскольникова, то, что он тварь держащая, его я конституирую. А кто конституировал его как тварь держащую? Кто? Сам он себя конституировал. То есть он сам себе я создал, что ли? Конечно. То есть это для него, это открытие для него... Они больше не говорили, что я была независима от этого, а было просто в определенном пункте возникла как бы вот это... как бы там, упёртость ли будет. Какая-то вещь. Как вот? Ну, вы раните. Просто тут вещь не о том, как конституирование я, а, скажем, выработать определенные стереотипы поведения. Если, допустим, ну, как говоришь, молодая девушка вышла рано замуж, у нее там свекровь, сволочь, да, и она с ней достаточно время жила, у нее выработались определенные стереотиповые поведения в определенных ситуациях. И, естественно, стереотип поведения, он может транслироваться и дальше, так сказать, на различные, так сказать, жизненные ситуации, хотя она, может, из этой семьи уже давно ушла. Да? Это понятно. У тебя в своем изложении... А на что будет транслироваться горшок, простите? Нет, в твоем изложении получается, что девушка, это как собака Павлова. И свет включали, у нее слюна выделялась. Точно так же ее потом свекровь не отняли, а у нее при свете слюна выделяется. Нет, ну как? Внешне, ну, что значит собака? Я понимаю, что это какой-то... Нет, тебе... Нас интересен вот этот истерический, невротический характер вот этого самого вещества, который с ним потом будет происходить. Что она будет постоянно воспроизводить этот невротический истерический характер в своих взаимоотношениях, переносить от тех людей, которые у ее к себе крови не имели никакого отношения. Правильно. Потому что Европы здесь определенный истерик. Не может быть слова. Слово стереотипа – это собака Павлова. А то, что невроз, в лакановском смысле, это долго. Простите, а дело в том, что невроз, так сказать, в каком-то смысле, может, это для человека и оскорбительно, но в неврозе он очень часто выступает отчасти как собака Павлова. Это так. Это так. И вот он выступает. Но я же опять повторяю самую ситуацию. В чем здесь разница оказалась между Достоевским и лаканом психоанализом? Тем, что вот эта самая психоанализ, я не знаю, как у лакана, у него получается, что я пытаюсь скрыть. Нет, нет, я не такая, говорит по поводу этого новый философ Достоевский. Да, да, я такой. Нет, нет, я не такая. Да, да, я такой. Нет, 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 я не писаю штанишки. Да, я писаю штанишки. Еще как, это все воссалка. Через психология отличается, что можно много интерпретаций придумать, как бы, да, и просто все они будут равносильно, как бы, правдоподобные. Ну и что? Это ничего не дает. Важно состоит то, что здесь нет связи. Понимаешь, ты можешь придумать, я могу тебе придумать все, знаете, как еще уйдет себя расколик, так и способом, могу придумать другую интерпретацию, более правдоподобную, интересную. Понимаешь, где будет, просто Раскольников, он, я уже много раз его говорил, что Раскольников, он находится в позиции, как бы, Ставрогина. Когда он верит, он не верит, что верит, а когда он не верит, он не верит, что не верит, да, он в позиции неопределенности находится. И когда он, на самом деле, верит, что он тварь дожащая, он не верит, что он тварь дожащая, думает, что он правый мяч, а когда он думает, что он правый мяч, он не верит, что он правый мяч, а думает, что он тварь дожащая. Он находится в этой ситуации постоянной неопределенности. Понимаешь? Не приводит к тому, что он убивает, он так бы и находился в этой ситуации неопределенности, а по лакану он убивает, убивает для того, чтобы быть к вами дрожащим. Потом об этом же и говорит, как он убил, это не я убил, это черт убил. Как вот у лакана, и девочку, у которой со свекровью были проблемы, ее буквально чего-то хватает. Вот она начинает себе устраивать. Вопрос только вот, что сказать. Никакое действие, саму ситуацию сомнения не разрешает. Что бы ты ни делал, потом же об этом говорили. Я понимаю, что действие не разрешает, но из ситуации сомнения действие не возникает. Еще раз послушаем. А у лакана возникает действие. Еще раз послушаем. Как бы, я не знаю, он больше всего не поражает. Слушать нет. Сначала надо дослушать, что я хотел сказать. Я даже еще не сказал, а ты уже говоришь. Вопрос следующим состоит. Что есть сомнения до действия и сомнения после действия. И художник, представительский, показывает, что действие не связано никак с сомнением. А как ему это показать? Он показывает, что действие совершилось, а сомнения все равно остались. Вот он как это делает. И сам, как его, Ставрогин говорит, на самом деле. Что, несмотря на то, что он как бы совершил, вроде бы, и получил доказательства того же. Он же убил, что это, что обращение к процентчеству. И вроде бы, его теория, значит, имеет право имеющие. Он все равно остается в сомнении. Понимаешь? То, что действие и, как бы, теория никак не связаны. Его неопределенность никак не зависит ни от каких доводов, действий и прочего. Это неопределенность эксистенциальная. Я понимаю. Я тебе еще раз говорю, что, на самом деле, у Достоянского, получается, с твоей точки зрения, получается, есть ситуация неопределенности, дальше идет действие, дальше снова ситуация неопределенности. Так вот, в ситуации неопределенности не вытекает действие. Нет необходимости действовать, чтобы потом снова попасть в ситуацию неопределенности. Раскольников живой человек? А вот по лакану, получается, что как раз необходимо действие. Да, конечно. Конечно, да. И то, что он потом опять попадает в ситуацию неопределенности, это просто результат. Я еще раз сказал, что Достоянский просто показал, что действие не меняет состояние неопределенности. Человек остается неопределенным. По Лакану то же самое остается неопределенным, он так и будет, бесконечно. Я не знаю, что он по Лакану. По Лакану вообще из зал уже притянут. Почему есть Лакан вообще? Почему есть вообще Лакан? Я просто сравниваю. Я просто объясняю, как можно объяснить эту ситуацию. Эта ситуация происходит точно так же со Ставрогеном. Ставроген совершает много действий. И все равно, как он было, так и остается в своей ситуации, неопределенности. Я понимаю. Зачем его убивать? Мы не зависим, будешь ты действовать или не будешь действовать, все равно будешь действовать. Мир ходу всерой. У тебя нет ни алиби от бытия. Ты все равно будешь... Почему Раскольников убил? Он бы так и думал бы. Раскольников убил, не потому что он убил, а потому что Достоевскому надо показать, что действие не меняет состояние. Ну понятно. То есть Достоевский — это морализатор типа Вальтера. Да не морализатор типа Вальтера. Он просто факт состоит в том, что человек даже... Семается рагит или архемист? Да нет, человек может даже совершить поступки какие-то, у него есть ситуация с неопределенностью, он даже может совершить поступки, которые должны были бы доказать, что он эту неопределенность разрешает в какую-то одну из двух сторон, либо он право имеющий, либо двое держать, но действие все равно ничего не решает, потому что как бы сомнение, которое существует, то или иное, все равно остается независимо ни от каких подтверждений, ни от каких доказательств. Это хорошо, так у Палаканова получается то же самое. Не то же самое, это все равно, находясь в ситуации неопределенности, состояние неопределенности, ты, тем не менее, воспроизводишь ситуацию, то есть это состояние неопределенности Палаканова есть я. Причем состояние неопределенности? Да и неважно, да и не важно. Локальное состояние неопределенности как раз. Да это не принципиально, когда та же самая Настасья Филиппана, она находится в неком состоянии. Состояние неопределенности. Да. И она это состояние определённости воспроизводит. Что бы она ни делала, она всё равно остаётся в состоянии неопределённости. То же самое, как ты говоришь. Состояние определённости. Тут не принципиально. У нас она не я, то она это длит. Разница не принципиально. Есть некое состояние, это состояние воспроизводится. Независимо от того, как она действует, она действует. И всё равно остаётся в этом состоянии. принципиально потому что я говорю что это такое я же не объяснил что все мы нас определены культурными добра сами личные какие-то особенности и в этом нет и ворка стресса послушай в этом отношении мы представляем собой вещь человек является человеком когда он является неопределенным когда он является свободой когда он является чем-то что не имеет никаких определенностей только в этом отношении человек остается человеком и поэтому когда раскольников там или там даже барашка или стауроги находятся в ситуации плюс это просто означает что они находятся в ситуации своей человечности резистенциально они не вещь понимаешь каждый персонаж достоевского борется с тем что он определенным текстом если так можно сказать внешне каждый персонаж определенный текст может быть свободно да хочет быть свободно если свободно есть свободно сделать определяет все понятно содержательность человека определяет текст и поэтому барашку точно так же она на самом деле когда ее определяют как хорошую она доказывает что она нехорошая там другая ситуация не как с раскольников а когда то что он со стороны женщины всегда определяет другим как нехорошая доказывает что она хорошая именно так как она доказывает как хорошую а как она доказывает себя как хорошую а когда ее определить что нехорошая я не знаю по твоей логике ты же такое говоришь что кто-то определяет как нехорошая обрати внимание но когда она пришла в гости к этому как его зовут своему будущему мужу она пришла там как бы ну она понимала прекрасно что там подлость хотят совершить и проще и проще там и все там против нее были настроены и когда начали когда этот сказал что она не такая это пошла руку поцеловала как бы этой матери там и проще и проще извинилась перед всеми прочим каждый раз такое случается просто надо внимательно прочитать посмотреть хорошо понятно потом как бы ей же сказала в прачке пошла бы она же хотела же в прачке ходить хотела уйти с этим со Ставрогиным за рогожиным пачки со Ставрогожным с прачки хорошо нет все хорошо все понятно понятно она неправильно излагает то по чучу-чучу хорошего вот в принципе неправильно разлагает есть здесь ее нехорошие когда она приходит туда и все понимают ее обстоятельства все готовы ее принять и сестра и мать Иволкина и все нормально все готовы ее готовы принять если до этого не обсуждали что совершается подлое дело ну что ты говоришь что подлое дело совершается и сами Муэту Ивукину говорят они что вот и что брат совершаешь Град женщина 75000 не Варашкова а Иволкин не важно а Ганечка и все там и генералы все уверены что совершается подлое дело Ну не со стороны Барашкова и она приехала подыграть со стороны Ганечки со стороны Ганечки со стороны родителей со стороны сестры его и генерал все считает что какое-то подлое дело совершается что как бы гнусный брат и она приехала подыграть этому а в конце изменила свое мнение в процессе показала что она не такая Ну то есть получается есть ситуация неопределенности если человек находясь с ней То есть она подошли ушла Ганечка и оказался что она не такая Не не она ушла хорошо но по другому причине Нет я тебе говорю где как бывает ситуация когда ее понимают как нехорошая как ты ее выражаешь на твоем языке и она себя тут же определяет как хорошую где такое давай скажи А именно нехорошая что она гадость Хорошо она решила выйти замуж за бедного Первую ситуацию я тебе рассказал когда она приезжала в Ганечке в гости Вторая ситуация когда она хотела выйти замуж за Мышкина И все считали что как бы вот она хотели даже измазать там пометом там что-то еще там хотели сделать Что опять идти это Она сбежала опять Опять сбежала И чего Ну как бы она то пробажа в каком то смысле Потому что она не хотела чтобы погиб этот Почему она не могла никак связаться с Мышкиным Потому что она его любила но не хотела чтобы он погиб Но она по-своему это понимала Потому что как бы общество считало что их брак как бы ну невозможный Князь как бы там благородный и как бы и неблагородный там Мы же это понимали что это будет плохо Князю А если это будет плохо князю Казах общества это не за альянс понимаешь Тем самым она хотела показать что она такая хорошая была То есть она хотела показать тоже что она хорошее что она князя благородного Потому что она хотела себе показать что она хорошая Ну как можно такое говорить о Романе Достоевского Ну вот как вот это можно говорить Ты что его не читал что ли Да и он нечего Нет я говорю что она каждый раз Хорошей Нехорошей Т個 технология это какая Т個결ология в определённости Нет Она просто находится в стаеи неопределённости И каждый раз когда приходит какая-то определённость она эта определённость Ум comb — Да Именно так Вш jaki раз когда её пытаются определить Ну именно так Вш meat stores Когда возникает какая-то определённость Она пытается эту определенность ей сбежать. Ты богатая содержанка, ты ушла с прачкой и справилась с этой определенностью наконец-то. Взяла прачки и справилась с определенностью. А потом тебе надоело быть прачкой, снова ушла в проститутки. Почему прачки-то здесь не возникают? Вопрос... Прачки-то твои нет. А, слушай, про прачку там я и сказала, Агла, ты хотела бы быть хорошей. Нет, дурак, она не может быть прачкой, потому что тут же опять же определяется этой прачкой. Не важно. Она не хочет быть определенной. У тебя... ну да, да, но почему тогда прачка здесь не фигурировала? Прачка... Значит, про прачку Агла я сказала. Хотела бы быть хорошей, пошла бы в прачки. Чего ж... чего ж игра-то становится, держится все вокруг одного о том, что она содержанка? Игра-то его кто-то слушает, а не в том, что... Нет, именно не так. Никак ничего не... Про содержанку там только вначале, больше там нигде, ни про что про это не говорится. Чего ж не вокруг прачки-то? Я ж говорю, про содержанку там потом ничего нигде никто не говорит, кроме как в начале. Это одна там ситуация, два вначале, и все. Когда она ушла от Товского, вся эта ситуация кончилась. Вот и все, она сразу кончилась. Вопрос всегда состоял в том, на самом деле, что... Нет, что просто здесь есть разница между Раскольниковым и ней. Потому что Раскольников сам себя определяет, а она ориентируется на то, как ее определяет внешнее. Как ее определяет контекст, как ее общество определяет. Она ориентируется на то, что ей скажет общество. Когда Аглая к ней приходит, там разговаривали, да, по поводу уже, князя не пытается поделить. Ну, там уже, так говорю, ситуация какая-то возникает. Ситуация возникает от того, что как бы... Всегда, всякий раз, определение приходит из вне, извне. И она с каждым таким определением борется. Она опять же приходит, возвращается князю на том основании, чтобы как бы досадить Аглая. Аглая там считает, что вот она там такая, должна там оставить ее. А она как бы на зло опять делает. На зло Аглая делает. Ну, там надо просто каждую ситуацию смотреть уже конкретно. В каждой ситуации она делает что-то на зло. Ну, то есть у тебя получается, так сказать, изображаться такая... А помнишь, она когда пытается развести князя с Аглая-то? Всякие действия предпринимает. Даже пытается насолить этому будущему, там, возможному конкуренту, князя, там, как он там там... Ну, он был там такой. Да, был какой-то персонаж, да? Там, она узнала, что у нее умер дядя там и оставил большие долги, да? Так, типа, там. Она приезжает, когда там... То есть господин Кайл, господина какого-то там... По щеке кого-то там ударил, там, тоже приезжает. Ну, я ушел. Ну, все, давайте по существу-то еще есть что-нибудь высказаться-то, чтобы не тянуть это без конца? Есть еще что-то сказать по существу? Нет, просто, я говорю. По существу, все уже мы сказали. По существу, состоит в том, что никакого здесь, по-моему, интерпретации лакан не проходит. Уж больно это далекие, как бы, области, какой-то лакан там непонятно, и достались. По-моему, здесь нету, как бы, даже аналогии здесь нет. Какой-то, как бы, даже аналогии здесь нет. Продолжение следует...